Пуговица Возьмем пуговицу, которую вы собираетесь притачивать. Предположим, вот она ваша планка, центр вашей планки. Разметим место для пуговиц. Выполните разметку. Планку поделите пополам. Я использую исчезающие маркеры Мадейра, Мадейра Мэджик. Эти маркеры исчезают через несколько минут после их нанесения. Можно посчитать, иногда я использую и этот способ. По петлям. Раз, два, три, четыре, пять петель занимает пуговица. И здесь тоже раз, два, три, четыре, пять петель занимает пуговица. И можно пересчитать между ними. И здесь отсчитываем 15. Раз, два, три, четыре, пять. Прочерчиваем. Честно говоря, для меня это самый верный способ. Предположительно, у нас здесь с вами будут располагаться петли для пуговиц. Но прежде чем начать выполнять петли, мы обязательно должны подумать о двух вещах. Первый. Нам потребуется с вами авалон. Именно авалон, прошу вас заметить, а не флизелин. Давайте, чтобы не возникало вопросов, почему не флизелин. Эти вопросы каждый раз одни и те же. Часть петель выполню с помощью авалона. И часть петель мы с вами выполним с помощью флизелина. Авалон – это водорастворимый материал, который растворяется при попадании на него воды. Поэтому авалон нужно хранить обязательно в сухом месте, чтобы там не было влаги. С другой стороны я использую флизелин. Понятно, что приклеивать флизелин не нужно. И вот смотрите, там у меня цветные булавки. Там у нас с вами флизелин. Здесь, где у нас швейные булавки, здесь у нас авалон. Для петель под пуговицей мы с вами используем лапку для выметывания петель. Для нашей лапки нам потребуется пуговица, для которой мы и выметываем эту самую петлю. Закрепляем пуговицу в лапки. Вставляем вот таким образом лапку. Готово. Поднимаем нашу лапку. Поднимаем хорошенько. И устанавливаем ровненько от начала петли. Выбираем в нашей машине режим выметывания петли. У кого-то он автоматический, у кого-то нет. Далее. Для трикотажных петель, выполняемых швейной машиной на вязаных изделиях, необходимо использовать шнуры под петли, для того, чтобы ваша петля прилично выглядела и была достаточно долговечной. Выполняем настройки машины. Длина строчки на трикотажных вязаных изделиях 6,5. Максимальная ширина строчки. Максимальная. В некоторых вязаных изделиях лучше использовать 7-7,5, если ваша машина оснащена такой шириной строчки. Длина строчки от 0,5 до 1. Я использую 0,5. Шнур берем на всю длину планки. Вот наша планка предполагаемая. Шнур берем на всю длину планки. Вводим иглу в отметку. Иглу зафиксировали. Лапку поднимаем. Наш шнур заводим за крючок сзади. Проводим под лапкой. Лапку поднимаем максимально высоко. Во многих машинах есть эта функция. И опускаем. Если вы видите обе половинки шнура, значит все хорошо. Выравниваем петлю. Выравниваем лапку. Устанавливаем ее на самое начало. Теперь, что нам с вами остается сделать, чем начать выметывать петлю, это опустить петельный рычаг. Рычаг для пуговиц. Мы его с вами опустили. И этот рычаг будет служить стоппером. Когда вашей лапке нужно закончить движение назад и начать движение вперед. Шнур удерживаем. И начинаем шить. Люблю выполнять как минимум две петли на одной, когда речь идет о трикотажах. Для моей машины нужно переключиться на любую другую строчку и снова вернуться к выметованию петли. Что я и сделала. Второй раз прошиваю одну и ту же петлю. Последнее, что нужно сделать, это и ширину строчки, и длину строчки поставить на ноль. И сделать несколько проколов в одно место. Для того, чтобы закрепить вашу петлю. Я выполняю на флизелине то же самое, что делала на авалоне. Для начала освобождаем все от ингов. Далее обрезаем нитки вместе со шнурами. Ну что ж, вот наш авалон. Даже если мы не собираемся стирать изделие, мы с вами делаем просто так. Авалон не видно. Берем вспарыватель, вводим его в начало петли. И аккуратненько выполняем петлю. У нас получилась с вами красивая, тугая петля. Фактически вечная, с которой ничего никогда не произойдет. Теперь идем сюда, где флизелин. И пробуем проделать то же самое. Флизелин срезаем. Вот он здесь остается. Есть ли прозрачный авалон? После намокания и даже уже мокрого влажного отпаривания уйдет, то белый флизелин не уйдет никуда. Надрезаем петлю. Петля получается точно такой же, конечно же, тугой. Можно взять очень острые ножницы для вышивки и вот эту мелочь зачистить. Точно такой же тугой, как и петля с авалоном. Но, как и бяка ее в том, что вот этот флизелин белый, он никуда не денется. Можно, конечно, посидеть его аккуратненько повычищать. Выбирать вам, что вам нравится больше. Флизелин или авалон. С шнуром может служить пряжа, из которой вы вязали. Если пряжа достаточно толстая в одно сложение, если пряжа тонкая в несколько сложений. В качестве стабилизатора для петли обязательно под низ используем либо авалон, либо флизелин. Видео по пришиванию пуговиц на швейной машине вы можете посмотреть бесплатно на моем канале YouTube.